и снова здравствуйте всем привет блендер 281 и на примере вот этого калашникова давайте разберем rig для автомата как все это дело работает добавляем add арматура single bone появляется вот такая вот косточка и давайте привяжем первую именно к магазину r чуть-чуть развернем g поставим к магазину и s немножко уменьшим ставить будем так чтобы можно было косточку потом взять g английского подгоняем к магазину вот таким вот образом немножко r и пусть она корчит снизу чтобы можно было ее выбирать она и так привяжется так опять добавляем add арматура single bone уменьшаем делаем sg подставляем теперь затвору r перекручиваем смотрим с разных боков g выводим вот таким вот образом ну и немножко r поправляем и g подставляем поближе так немножко и и еще подровняем отгоним вот таким вот образом так это кость тоже установлено добавляем add арматура single bone делаем опять же с английскую уменьшаем r перекручиваем g подставляем на курок и подгоняем все это дело выравниваем r и g на курок вот таким вот образом ну и опять 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 арматура single bone делаем r так единица чуть поправляем тройка на нампаде можно g подставить с уменьшить и r английская подкрутить g вывести вот сюда повыше и подставить ее на целик это целик делаем еще раз поменьше и g вот сюда и и вот так вот ставим чтобы можно было выбрать и целик и вот эту костальку ну и опять же со всех ракурсов смотрим чтобы это дело более менее ровно тут установилась так теперь нам нужна центральная кость это тройка на нампаде находим арматура single bone делаем английскую и ставим ее g где-то вот сюда вот так на ствол g вот таким образом она будет у нас главное и пусть вот здесь вот и находится тут еще вопрос в чем что когда будем вставлять пулю чтобы вот эта косточка не мешалась ее потом можно будет отключать так что у нас тут еще есть еще у нас есть затвор опять же добавляем add арматура single bone тройка на нампаде r перекручиваем делаем с английскую уменьшаем переводим ее в эту сторону ну и ставим ее опять же g на вот этот затвор вот таким вот образом так что еще у нас осталось это есть это есть целик есть приклад магазину и пуля это арматура single bone тройка на нампаде чтоб все ровнее опускалась без искривлений и делаем с английскую уменьшаем g и подставляем к пуле вот где-то сзади и вот так чуть-чуть поставим теперь нужно настроить видимость вот этих костей спереди вот эту косточку тоже спереди эту тоже и вот эти тоже самое ну вот эту не забыть так кости установлены и что можно теперь сделать нужно их теперь связать так вроде все нормально как будем связывать нажимаем первую вот эту вот затвор и shift зажатый на косточку жмем ctrl-p будет автоматик виджет сейчас все свяжется и так будем проделывать со всеми вот этими деталями ctrl-p будет автоматик виджет и выбираем затвор через shift выбираем именно косточку ctrl-p автоматик виджет и все то же самое теперь магазин косточка ctrl-p автоматик виджет автомат косточка ctrl-p и все тоже самое опять по новой так ну и пуля осталась все привязана теперь выделяем все косточки и решив только кости не забываем никакую из костей все выбрано все нормально так и заходим теперь пост мод вот они кости выбираем вот эту кость вот эту вот эту потом пулю и вот эту косточку в конце выделяем кость автомата и делаем ctrl-p бон это вот теперь они будут находиться на месте если мы будем тянуть эту кость g вы видите все на месте привязана теперь установим пулю g где-то зима лето вот сюда можно ее конечно сразу устанавливать в ствол чтобы потом ее проще было искать g вот так вот и немножко g вот таким вот образом отключим косточку с моим пулю не видно все нормально так ну вот такая вот простая настройка теперь давайте что-нибудь тут за анимируем timeline вытаскиваем ставим на первый кадр прописываем по и положение вращения лог рот выбираем вот эту косточку делаем r опускаем затвор так сначала переносим на новый кадр на 10 делаем р видите как она прикольно крутится вот сюда и поставим делаем а и блок рот следом опять переставляем на 20 кадр выравниваем более-менее автомат вот так и теперь именно затвор подвигаем с помощью моф можно оттаскиваем затвор делаем а и положение вращения следом на 30 кадр выбираем опять эту косточку возвращаем ее назад прописываем а и блок рот поднимаем р целик на высоту дальности жмем а так пардон перетаскиваем вот сюда и вот теперь целик можно приподнять чуть-чуть а и блок рот теперь можно вытащить магазин тоже переключаемся на 50 кадр джи вытаскиваем магазин и по подключим смотрим на патроны а и блок рот на 60 кадре делаем и пардон выбираем косточку магазина перекручиваем назад и джи вот так вот подставляем и типа защелкиваем а и блок рот теперь спускаем курок на 70 кадре выбираем курок жмем и тут же полетел а пуля а и блок рот ставим 70 кадров заходим в обжиг мод кости можно теперь подключать видимость поставить сетку на эти мелкие пускай будто не мешает включаем play опускается затвор передергивается целик поднимается патроны смотрится пуля улетела все ну вот такая вот анимация вот такой рик для автомата если ему еще добавить сюда руки и передергивать все это делая допустим рукой пальцем поднимать опускать как положено вот этот вот затвор то будет прям неплохая анимация с руками для игрушки если еще у так вот установить вот таким образом камеру все поставить и руки добавить и все будет четко все всем пока до свидания вот такой вот ролик вот такой автомат вот такой рик